Как страны Содружества пережили первые две недели Нового года в традиционном ковидном обзоре наших корреспондентов. Казахстан накрыла гигантская волна ковида. Количество заболевших растет в геометрической прогрессии. Еще в конце декабря было не больше 500 случаев, но уже сейчас по 13 тысяч человек в сутки. Все это – результат беспорядка в стране. Республика в красной зоне. И уже зафиксированы первые случаи омикрона. Значит, рост продолжится. Власти ужесточают антиковидный режим. 80% сотрудников госучреждений, национальных компаний и коммерческих предприятий переводят на удаленку. На дистанционном обучении до конца января школьники. Под запретом все массовые мероприятия. Закрыты театры, кинотеатры, выставки, концертные залы и ночные клубы. Кафе и рестораны работают в сокращенном режиме. Туда можно попасть только с ковид-паспортом. Полную вакцинацию прошли 45% от общего числа жителей страны. В Молдове новая вспышка. За последние две недели заболеваемость выросла почти в четыре раза. Сейчас по полторы тысячи новых случаев в день. Всему виной новогодние праздники. На каникулы из европейских стран заработков вернулось почти 300 тысяч человек. На этой неделе в республике выявили первые случаи штамма омикрон. Власти готовятся к очередной волне. Режим чрезвычайного положения в здравоохранении продлили до середины марта. Полный курс вакцинации прошли 30% от общего числа жителей. Новая волна ковида и в Кыргызстане. Если на прошлой неделе в сутки фиксировали в среднем по 50 новых случаев, то сейчас почти 800. Большинство заболевших в Бишкеке столица объявлена красной зоной. В стране выявлен штамм омикрон. Пока это единичные случаи. Но не исключено, что распространяться он будет очень быстро. На этом фоне серьезно пробуксовывает вакцинация. На сегодняшний день привито чуть более 15,5% от общего числа граждан. В Армении показатели прививочной кампании «Лучше» более четверти от общего числа жителей страны полностью прошли вакцинацию. Теперь в рестораны, театры, кино и концертные залы можно будет попасть только с QR-кодом или отрицательным ПЦР-тестом. Новое правило начнет действовать со следующей недели. Но уже сейчас ситуация с коронавирусом в стране ухудшается. Почти 300 новых случаев в день. Это в три раза больше, чем в начале января. Медики говорят, риский рост заболеваемости – это расплата за новогодние праздники. И опасаются, что цифры будут только расти. Омикрон добрался и до Азербайджана. Он обнаружен у более чем 10 человек. Все они вернулись из-за границы. Никаких осложнений новая мутация у заболевших не вызвала. Они на домашнем лечении. Общая ситуация в стране остается стабильной вот уже второй месяц. По 500-600 новых случаев в сутки. Ужесточать антиковидные меры власти пока не собираются. Двумя компонентами сейчас привито более 45% жителей страны. В Беларуси коронавирусные качели. Цифры начали расти в Рождество. Тогда фиксировали почти полторы тысячи новых случаев в день. Потом была короткая передышка. И сейчас снова больше тысячи заболевших в сутки. Медики говорят, рост продолжится до середины февраля. Всему виной омикрон. Полный курс вакцинации сейчас прошли почти 45% жителей страны. Начали прививать и подростков от 12 до 17 лет. Вакцину против коронавируса внесли в национальный календарь прививок. А вот в Грузии омикрон уже удвал статистику. В среднем по 5-6 тысяч новых случаев в день. В середине недели было 11 тысяч заболевших. На ситуацию повлияли и новогодние праздники. Вечеринки, корпоративы, дискотеки. О соблюдении дистанции масочного режима в новогодние дни никто не думал. За это время оштрафованы десятки объектов общепита развлекательные заведения. Причина одна – не соблюдение правил. А ведь в случае введения ограничений они первыми будут говорить о финансовых потерях. Мы должны помнить, что главный приоритет – здоровье и безопасность населения. Вот уже больше двух месяцев в Таджикистане не регистрируют ни одного случая ковида. Несмотря на это, вакцинация продолжается и идет хорошим темпом. Обе дозы прививки сделали более 35% от общего числа жителей страны. Дефицитов в препаратах нет. С начала кампании в страну было доставлено более 8 миллионов доз вакцин. Большая часть из них – гуманитарная помощь.